Плач последней надежды Дедаева. Именно так я назвал это видео. А вот почему, вы сейчас узнаете. 28 января в 16.30 Дедаев вызывается на проверку по подозрению в использовании софта. При наличии двух девайсов гениально обнулить один из них и пойти проверяться со второго. На самой проверке персонаж палится всем уже известными скринами экранного времени. На проверке Дрея, то есть в 20.30 по тому времени, оказывается, что он сбросил телефон до заводских настроек прямо перед началом проверок в 17.30. Собственно, гениальное решение. Особенно, учитывая, что скверная репутация у Дрея была еще год назад. Думаю, о честности игрока говорить нечего. Далее, пока менеджер ВП размышляет над принятием решения, он пускает игроков сыграть в турнир на 21 с хендкамом. Так как телефоны уже чистые, и если они покажут такой же результат, как и до проверок, то, возможно, будут какие-то варианты. Результат на ваших экранах, и он говорит сам за себя. Итак, менеджер Virtus.pro принимает единственное верное решение. Скипает состав софтеров. Далее выходит пост с разоблачением у Фордиана. Никакой ответной реакции не исходит ни от Дедаева, ни от Дрея. Другольки понимают, что это конец. Но 5 февраля Дедаев пишет слезливый пост, на котором лжет на каждом шагу. Еще один пример. Неоднократно к организации Virtus.pro были претензии и требовались записи, которые, к слову, сбрасывались всегда совершенно без звука. А все комьюнити еще до проверок уже что-то подозревало. Особенно учитывая игру Дрея, который не играл в PUBG уже очень долгое время, и начал сразу раздавать с двух ног наравне с эффектом. Подходим к заключительной стадии. Почему же Дедаев не писал посты и не пытался оправдываться сразу после проверок? Единственное, что дало бы даже не полное оправдание, как вообще можно было оправдать 0% в PUBG. Яхазы. Но то, что могло бы объяснить 50 часов удаленки, это восстановление удаленных приложений, которые показали бы, что удален был именно не софт, а что-то другое. Вот представьте, вас гасят за удаленку. Возьмите и верните обратно. Что бы там ни было, покажи, что удален был не софт, а любое другое приложение. Но ты нет, не можешь этого сделать, так как ты знаешь, что удален был именно софт. Дедаев написал свой слезливый пост спустя неделю, когда уже обновилось время использования аккумулятора, и стало невозможным достать удаленные приложения с задним числом, и доказать, что это как минимум не софт. Что же мы имеем в итоге? Только совокупности факторов до ответного поста Ахмеда уже хватило для перманентного бана игроков везде и навсегда. А пост, время его написания и ложь, которая спокойно опровергается, только закапывает их еще глубже. Ну как вам эта статья? Как мне кажется, максимально правдоподобна, и мне даже добавить здесь нечего. Единственное, я не понял, что если с Дедаевым еще были какие-то споры, то с Дреем все было понятно. От него никаких статей, никаких постов, никаких сообщений, ничего не было. Значит он уже смирился со всей этой суетой, которая происходит вокруг них. Все, что я говорил в предыдущих видео про Дедаева и Дрея, теперь объясняется в этой статье. Но с читерами еще не закончено. Вот скриншот того, как один из игроков команды Virtus.pro забанен на турнире с загадкой Джека Фреско. Что за игрок скрывается под этим ником, на разгадку дается 10 секунд. Шучу, вам наверное и трех секунд хватило, чтобы понять, что это был манекен. А вот, что сказал Китсон про манекена на недавнем стриме. Единственная, конечно, проблема по МФЛ, вот я, короче, вот всем общаюсь, говорю одно и то же парни. Единственная проблема, то что манекен показал всем, что можно пиздоболить на ПМПЛе. И теперь на ПМПЛе все будут пиздоболить, понимаете? Такая вот ситуация. Но если вы думали, что вот это уже все, то нет. Потому что игрока КЗТ Посейдон забанили прямо во время матча на турнире. И давайте прочитаем, что написали сами организаторы Pinger Pro. В связи с блокировкой аккаунта КЗТ Посейдон за использование стороннего ПО или плагина администрации Pinger Pro было принято решение дисквалифицировать игрока с турнира Тиле 2 Кибергеймс. После чего данный игрок будет направлен на дополнительную проверку, по результатам которой будет вынесено окончательное решение по данному игроку. Да, не думал я, что СНГ Регион превратится в такую помойку. В 2022 году в СНГ Регионе, по CSGO, например, было сразу несколько команд, которые доходили без каких-либо читов или плагинов или посторонних ПО до финалов мировых чемпионатов. А в PUBG Mobile СНГ Регион только и делает, что получает все больше и большее количество читеров, грязных слов и так далее. Это необъяснимо. Но пора уже закончить с читерами, хотя бы в этом видосе. Потому что он закончился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.